2 октября при почти заполненном стадионе «Юны» состоялся матч между двумя слонимскими командами «Коммунальник» и «Белтрансгаз». Накануне игры капитан «Коммунальник» Денис Куцко отметил свой день рождения. Команда поздравила его и вручила не совсем обычный подарок. Посмотрев репортаж, начальник местного военного гарнизона показал наградить ему подарок. Но вернемся к матчу. Готовились к игре не только футболисты, но и их преданные болельщики. Денис Куцко Градус матча подчеркивал тот факт, что обе команды находятся на соседних строчках турнирной таблицы и с разницей в одну очку оспаривают место в лидирующей тройке. С первых минут тонн в игре начали задавать газовики. Их нацеленность на ворота соперника продемонстрировали Дмитрий Гомза, Дмитрий Герман и Александр Жигало. В накале страстей футболисты не всегда действовали в духе фэроплея. На 11-й минуте после дальнего удара Дмитрия Гомзе по-настоящему в игру вступает Владимир Корней. Через три минуты Дмитрий Герман с линии штрафной пробил по уротам коммунальника, и мяч по навесной траектории прошел рядом с перекладиной. Коммунальник, одержав в последнем туре крупную викторию и почувствовав вкус гола, рассчитывал поразить ворота соперника быстрыми фланговыми атаками и забивными способностями двух форвардов – Лишенюка и Асташенкова. На 16-й минуте обязан был открыть счет Александр Асташенков, но обокрав Юрий Левошенко и выйдя один на один с Бергом, сыграл не лучшим образом. Затем пытался пробить ближний угол ворот газовиков Сергей Гусар, но «Тезка» Берг сыграл надежно. Часто подключался к атакам желто-синих и защитник Денис Куцко. То, что гол начал назревать, особенно почувствовалось на 33-й минуте матча. Опасный момент не смог реализовать Александр Асташенков. Опытный Евгений Стамков в падении отвел угрозу от своих ворот. Затем тоже Стамков лег под удар Сергея Гусара. И гол на 38-й минуте был забит, но не атакующим последние 15 минут коммунальникам, а ждавшим своего момента Белтрансгазом. Атаку газовиков по правому флангу разогнал Николай Дебриян. Дмитрий Герман переправил мяч в центр штрафной, откуда не сильно, но точно из подзащитников пробил Дмитрий Кевро, открыв счет в этом матче. Коммунальник забил для себя очень важный гол перед уходом на перерыв. Вблизи своей штрафной рукой сыграл Юрий Левошек, и желто-синий получили право на перспективной штрафной. Алексей Кривецкий своей левой изящным ударом перебрасывает мяч через стенку и попадает в девятку ворот Белтрансгаза. На последней минуте первого тайма коммунальник мог нарастить свое голевое преимущество, но Дмитрий Лешанюк, получив вводящий пас от Асташенкова, не смог в одно касание укротить мяч и с убойной позиции пробить поворотом Берга. Второй тайм также не заставил скучать зрителя. Команда не осиживалась в обороне и чувствовалось, что сегодня соперники на ничейный исход не согласны. С 65-й по 70-й минуты матча у Газовиков могли отличиться, вышедшие на замену Павел Косинец и дважды Дмитрий Гомзе. В дуэлях Гомзе-Корней победил вордиарь коммунальника. Зато коммунальник свой момент на 74-й минуте использовал по полной. Николай Стрижков с правого фланга навесил штрафную соперника, и Егор Соколовский, приняв мяч на грудь, сразу вторым движением мощный пробил в ближний угол владения Сергея Берга. Но не успели желто-синие порадоваться своим успехом, как экс-игрок коммунальника Евгений Снабко после выполнения газовиками углового на дальней штанге добил заметавшийся штрафной мяч в ворота соперника. Через два оборота секундной стрелки Александр Сташенков мог опять установить разницу в один мяч в пользу коммунальника, но пробив с выгодной позиции послал предмет игры выше ворот. А вот газовики свой шанс не упустили. На 84-й минуте после выполнения стандарта мяч опять заметался в штрафную коммунальника, пока наконец не оказался у Павла Косинца. Павлу никто не помешал протолкнуть мяч в ворота желто-синих. Забить билд-разгас мог и на 87-й минуте, но Дмитрий Герман, выйдя один в один с Корнеем, вместо того, чтобы пробить самому, отдал лишнюю передачу, которую пресекли защитники коммунальника. За минуту до конца матча Дмитрий Лишанюк не использовал последний шанс своей команды добиться боевой ничьи. Поединок так и закончился со счетом 3-2 в пользу билд-разгаза. Матч получился боевой, считают тренеры обеих команд. Я думаю, по самоотдаче и вообще каждого игрока вклад в игру, это, наверное, тут без слов, бойцовская игра, конечно, на все 100% выложились все. Если у ребят там и судороги берут, я думаю, что тут 100% выложились, потому что еще такое, сами понимаете, что дерби, как говорится, напряженная обстановка, а просто все знают, что дерби – это и есть дерби. Так что на 100% думаю, ребята молодцы, спасибо им, конечно, большое. Дмитрий Лишанюк, как оцениваете игру команды и как вы считаете счет по игре сегодня? Ну, счет всегда по игре. Раз они забили на три мяча, три мяча и больше на мяч, значит, они выиграли не по игре, естественно. В футболе бывают какие-то нюансы, как сегодня. У нас всего-то четыре защитника, а по травме пришлось во втором тайме менять двух защитников, опустили двух полузащитников, отсюда возникли проблемы сзади, поэтому, в общем-то, соперниками получилось преимущество где-то. Ну, я думаю, что выиграть сегодня, конечно, болельщик, который увидел прекрасный матч, боевой, пять голов. Ну, а наша задача – остаться в шести матчах, набирать 18 очков, так что, в принципе, нам не привыкать подниматься после падений. Так что, я думаю, задачу свою выполним, и будем где-то поближе к тройке. А может, третий. В общем, играем, шесть матчей еще. Действительно, выложились по полной и «Коммунальник», и «Билд Разгаз». Те, кто видел этот матч, может без ложного пафоса сказать, что в тот день обе слонимские команды подарили городу настоящий футбольный праздник со своим восторгом и драматическими моментами. Следующую игру «Коммунальник» проведет на выезде 9 октября, встречаясь с минской звездой БГУ. «Билд Разгаз» пройдет следующий поединок дома, также в воскресенье 9 октября. Соперником «Газовиков» будет футбольный клуб «Динамо-2». Начало поединка в 15 часов. «Коммунальник» Привет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА